Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о пользе птиц. Ведь птицы не только наполняют пением наш сад, но и борются с множеством вредителей. Как же привлечь их в свой сад, чтобы они были нам верными помощниками? И сейчас я об этом вам расскажу. Первая птица, о которой я хочу рассказать, это синица. Всем знакомая птичка, маленькая с желтой грудкой, которую можно заметить зимой в саду. Одна пара синиц может полностью обслуживать небольшой сад. Данная пара птиц может уничтожать за сезон несколько тысяч вредителей. Это такие опасные вредители, как огневки, плодожорки, долгоносики, тля и другие виды вредителей, которые обитают в наших садах. Поэтому в обязательном порядке привлекайте эту птичку к себе в сад. Как же ее можно привлечь? Во-первых, зимой можно развесить кормушки. Кормушки можно приобрести в магазинах, можно изготовить из подручных средств, из дерева, из фанеры, даже из пластмассовых бутылок. Но в обязательном порядке подумайте про корм. Ведь птицам не подходят все корма. Например, синичка любит сало. Либо вот такие вот тыквенные семечки, обычные подсолнечные семечки, ни в коем случае не соленые, не жареные. Обычные семечки. Это лучший корм для синичек. Второе, как же мы можем привлечь птичку в сад, это приготовить небольшие домики. Их уже нужно подготовить с осени, либо в начале зимы и развесить в саду. В таких домиках синички будут прятаться от непогоды, а летом, весной они будут делать там гнезда, выводить потомство и бороться с грядителем в вашем саду. Как же должен выглядеть домик? Высота домика примерно 22-25 сантиметров. Ширина около 12 сантиметров. На высоте 12 сантиметров одна домика делается отверстие, литок. Литок диаметром 3 сантиметра. Ну и плоская скатная крыша. И такие домики развешиваются на деревьях, и в них будут поселяться синички. Почему не стоит делать домики большего размера? Потому что в такие домики заселятся другие виды птиц. Например, те же скворцы и вытеснить синиц из сада. Поэтому учитывайте диаметр литка. Он должен быть около 3 сантиметров. Тогда в таких домиках будут жить синички. Вторая птица, о которой я хочу рассказать, это воробьи. Многие думают, что воробей ест только зерно и уничтожает урожай. На самом деле это заблуждение. Воробей питается не только зерном, но и насекомыми. И в саду эта птица необходимая. Привлечь на участок воробьев очень легко. Достаточно развесить кормушки. Воробушки с удовольствием полакомятся овсяной крупой. Также несолеными, не жареными семечками, салом. Поэтому позаботьтесь о таких птичках. Каких-либо домиков для них делать не нужно. Они сами найдут себе жилище. Они живут под крышей каких-либо построек, домов. Сооружают там гнезда, выводят потомство. И круглый сезон живут на участке. Третья птица, наверное, птица, которая нравится всем, это снегирь. Снегирь появляется в наших садах в зимний период. Это красные птицы, яркие. Их хорошо заметно на снегу. Они настоящие украшения зимнего сада. Питается снегирь семенами ясеня. Асеня склевывают почки с деревьев. Ягодами питается. Иногда могут повреждать почки сирени. Однако эти повреждения незначительные. Ради красоты птиц их стоит привлекать в свой сад. Что же любят есть снегири? В кормушки можно насыпать тертую морковь, овес, несоленые семечки. Птицы будут такому корму только рады. Еще одна птица, о которой я хочу рассказать, это скворец. Конечно, скворцы не зимуют в наших условиях. Они улетают в теплые края. Однако о привлечении этих птиц нужно позаботиться уже сейчас. В этот период нужно подготовить скворечники, чтобы скворцы, когда прилетают с зимовки, могли заселиться в них. Скворечники нужно готовить заранее и развешивать у себя в саду. Какие же габариты скворечника должны быть? Высота скворечника примерно 35 сантиметров плюс-минус 2 сантиметра. Ширина 17 сантиметров. От дна до летка 15-17 сантиметров. И, конечно, скатная крыша, чтобы не затекала вода скворечник. В таких домиках скворцы с удовольствием поселятся и будут бороться с вредителями. Надо сказать, что скворцы борются не только с вредителями в саду, но и на полях. Весной, когда идет активная пахода на полях, можно заметить большие стаи скворцов. Они собирают на полях червей, но не только. Они очень эффективно борются с личинками хруща. Уничтожают огромное количество вот этих личинок. И поэтому данная птица очень полезна в садах. Конечно, если вы развесите лакомство в саду, кормушки, то в них прилетят и другие виды птиц. Сейчас рассказал только о самых основных. Но могут прилететь и дятлы, и различные пеночки, и другие виды птиц. Это всегда красиво и полезно для сада. Но нужно помнить, что не все продукты подходят для птиц. Что же нельзя ни в коем случае им давать? От каких продуктов для здоровья птиц будет вред? Это в первую очередь соленые продукты. Нельзя использовать соленые продукты. Это не должно быть соленое сайло. Это не должны быть соленые семечки. Ни в коем случае нельзя помещать в кормушки лук, чеснок, испорченные продукты, молочные продукты и шоколад. От данных продуктов птицы могут заболеть и даже погибнуть. Помните об этом. Вот такими нехитрыми способами можно привлекать птиц в свой сад. Позаботьтесь о птицах сейчас и птицы позаботятся о вашем саде. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин